А всем привет и добро пожаловать в первое видео на канале Брим Тим. И так как сегодня у нас уже 1 апреля, по центральной части России уже тронулся лёд на водоёмах. И я думаю первой такой актуальной темой для открытия сезона жидкой воды в 2020 году станет фидерная тема. Рядом со мной можно увидеть вот на первый взгляд кучу непонятного барахла, либо вообще просто кучу всего непонятного цветного, тут и зелёный, и синяя всякая. Но это всё то, что понадобится нам для фидерной ловли, можно сказать, очень любительской и полупрофессиональной. То есть название профессионала и спортсмена я не претендую ни капли, нисколько. Но всё-таки любителям с очень большим багажом знаний считаю себя всё-таки. И вот эту кучу мы будем складывать в такой вот сундучок трёхполочный. Это обычный ящик Я-3, предназначенный вообще для хранения снастей. Можно даже и спиннинговые снасти сюда складывать, то есть всякие воблики с блёснами. Но я подумал, что для меня его будет удобнее всего использовать в плане фидерной ловли, так как всяких мелочей очень много. И мы его сейчас в процессе видеоролика будем постоянно заполнять, что, допустим, я ношу с собой на фидерную ловлю. Начнём, наверное, вот с такой простой вещи, как пакет. Да-да, не удивляйтесь! Потому что, когда вы половили, в садке лучше рыбу домой не переносить. Если у вас тканевый садок, потому что он провоняет запахом, его будет трудно отмыть, отстирать от слизи. И всё-таки, если садок у вас более такой профессиональный, хороший, с длинным хоботом, то он просто не просушится, швы начнут сгнивать, и это не есть хорошо. А переложить ваш улов в пакет, это всегда хорошо, и поэтому пакет отправляется первым делом к нам сюда. Второе, что можно заметить здесь по объёму, это вот такая вот авиационная бомба под названием Шпомп. Те рыбаки, которые пользуются, знают, для чего это. Для новичков, для которых это видео, в принципе, и создано, потому что, если вы уже активно ловите на фидер, то, я думаю, ничего нового вы здесь для себя не подчеркнёте. Единственное, что вы сравните, что ношу я и что носите вы. Это спомп для кормления, на канале выйдет отдельное видео, нужен он или нет, мы посмотрим его принцип работы обязательно, но мы им пользуемся, и поэтому кладём его в рыболовный ящик наш. Так, далее у нас идёт органейзер такой, который шумит. Да ладно! Здесь всякие мелочи, которые могут пригодиться нам при создании монтажей, так как у нас фидер, это всегда кормушки, это тяжёлые веса, которые отстреливаются порой, и поэтому здесь карабины, вертлюга и прочая рыболовная фурнитура. Также отправляются сюда. Далее, идут два вот таких вот устройства. Это сигнализаторы, которые вообще используются в карповой ловле, но не конкретно такие пластмассовые, потому что в карповой их используют, ну, слишком нецелесообразно, там лучше используют те, которые идут по принципу выемки со свингерами. А здесь сигнализаторы сейчас один положу, потому что они абсолютно одинаковые. Крепится на бланк удилища, включается кнопка сзади, отводится флажок и фиксируется за основную леску с катушки. И при поклёвке происходит срыв флажка, он возвращается в положение и издаёт очень-очень громкий звук. Примерно вот такой. То есть, прям, вещь очень громкая, но необходимая, если вы ловите прям нечувствительным фидером, таким до 40, до 60, а если у вас какой-нибудь китайский телескопический, который может быть даже неплох, но он просто слишком жёсток, чтобы увидеть поклёвку, поэтому в таких случаях использование целесообразно. Далее у нас идёт, что, наверное, коробочка, которую, может быть, многие не используют, но здесь пенопластовые шарики, которых много, которые используются при тонкой волосиной оснастке для лучшего всасывания рыбой. Поэтому неплохо иметь, на всякий случай стоит это исключительно прям сущие копейки, то есть упаковка этих шариков, так, 5 рублей где-то. Далее у нас идёт сразу, это обязательно, без чего не бывает фидера, это поводки, потому что на основную леску 0,25, 0,28 или ещё какую-то, вы крючок не повесите. Ну, конечно, сделать можно всё, только это будет не очень результативно. Поводочницы бывают разных типов, где обрезаны вот такие вот цилиндрики, маленькие диски, или цельные вот такие. Цена вот такой поводочницы 50 или 40 рублей. К сожалению, в магазине была одна, но рекомендую брать несколько, потому что вот у меня тут подписано, здесь поводки диаметром 0,22, то есть на 22 львовки, на толстый для фидера, это толстая леска, различного рода крючки, и завязанные либо в конце на узел, либо с привязанным вертлюгом, то есть поводки мы сразу кладём. Далее, что у нас идёт? Наверное, следующие сразу аспекты, без которых тоже фидер невозможен, это кормушки. Кормушек бывает великое множество, так как я создал канал, чтобы доносить свой опыт до начинающих рыболовов, хотя помимо меня на ютубе очень много видеороликов, даже по тем же кормушкам, видеоролик выйдет. Ну, сюда я кладу пустые спирали, потому что спиральные кормушки многие не любят, но у них есть то, чего, допустим, нет у вот таких кормушек, типа корзинок. В них можно сделать липкий корм, который не будет вымываться на течке, когда вы просто используете на течении вот такую открытую кормушку, вы бросили, у вас сыпучий корм высыпался, и течением его сразу смыло. И то есть, где у вас поводок с насадкой, корма там нет. И, следовательно, вся рыба, она станет питаться в области намного дальше, чем вы закинули. Поэтому кладем различного типа кормушки. Вот у меня тут есть также спираль уже с монтажом. Типа инлайн, но не инлайн на самом деле. Про монтажи, может быть, тоже потом поговорим. И кладем сразу кормушки. То есть, если они в отсеке не помещаются, то можно вот скинуть в этот отдел, и будет всё замечательно. Также вот это тоже лома, просто уже оснастки связаны, про оснастки тоже поговорим в другой раз. Это вместе с видео, наверное, выйдет про кормушки. Далее у нас что идёт? Это непосредственно... А, давайте закончим про поводочницы. Вот поводочница из коврика Элла. То есть, вырезал прямоугольную. Подписали, какой диаметр в данном случае. Здесь 0,14. И очень маленькие крючки на 0,14 резке. Опять-таки, диаметр для фидера спортсмены скажут слишком большой. Но, смотря в каких условиях. Тут у меня, вроде, даже на 0,08 есть. Один или два поводка. Также кладём сюда. И далее поводки на крокодилях крючках. Вот волосиная снастка диаметра 0,3 на плетне. То есть, это не поводочный материал, который в карповой ловле используется. Это плетня PowerPro, вроде бы. Она у меня оставалась там её сколько-то метров 10. Я из неё навязал карповые поводки, которые на карповых крючках. И с волосиной снасткой. Также по такому принципу навязал из 25 резки. Это если не буду использовать из плетни. И вот так же ещё тут 4 штуки оставалось, чтобы навязать. Так, с поводками вроде бы разобрались. Далее, что идёт. Опять-таки, очень удобен вот этот вот ПВХ-коврик. Чем? Что из него можно нарезать любой длины, какой вам нужны прямоугольники. Это оснастки завязанные. Паттерностер. И сплит ни при чём сделал, чтобы не обрывалось. Это инлайн со скользящим карабином. И по типу несимметричной петли и инвайны ещё одного. Так, это вот пустое, если что-нибудь завязать. Далее у нас идут, идёт, тут спуталось кое-что, но это не слишком важно нам на данный момент. Или получится уже сейчас отпутать. Отпутать получилось. Это вот такого рода оснастка. Груз типа груши, либо капли. Весом до 30 грамм здесь. Суть. Сейчас. Вот это привязывается к основной леске. Это заглубляет. Здесь поводок. Всё. Закидывается. Опять-таки, очень липким кормом можно облепить. Либо использовать как донку. Опять-таки, в тех местах, где хочется позакидывать, но, может быть, не хочется обрывать кормушку из-за большой растительности на прибрежной полосе, так скажем. Или растительности в месте, куда вы будете закидывать. Далее у нас идут груза 60 и 30. Это не маркеры, которые нужны, кстати, в фидере. Но я, если можно так выразиться, не дорос до маркера. Почему? Потому что нет... Не хочется мне на водоёме заниматься вот этим вот промеркой дна. Конечно, на соревнованиях это всё нужно. Но в любительской ловле для себя понял, что мне это не нужно. И без промерки, если рыба есть, она спокойно возьмёт всё. Ну, единственное, чем вы можете за это поплатиться, это потерять пару-тройку кормушек. Ну да, согласен. Если они у вас какие-то дорогие, там, какие-нибудь с гринфишей, или салмовские, то да, это будет значительно. И фатально, может быть, даже если вы взяли мало, и рыбалка для вас на этом закончится. Далее идут вот такие вот пустышки, которые я не знаю, зачем здесь ношу. Это маленькие спиральки, которые вообще можно на поплавок делать. Но пусть лежат, много места не занимают, мало ли понадобится, как говорится. Далее, если у нас такой бешеный темп ловли, что мы оборвали за рыбалку все нарязанные нами поводки, мы непременно носим с собой маленькие бобины под леску. Маленькие бобины лески под поводки. Вот так, 0.22, 0.14 у меня здесь, и 0.08. Лесок опять-таки огромное множество. Специально не показываю, какая она тут, потому что для каждого все индивидуальное, для всем все нравится свое, так скажем. Далее идет линейка для замера улова, потому что иногда рыбинспекция все-таки смотрит, и вы должны знать, у вас должна быть таблица с собой с допустимыми нормами, или если вы ее знаете наизусть, что рыбу меньше, вы должны отпускать. Далее идут светлячки. Откручивать, включать не будем, но это светлячки, понятно, для ночной ловли под колокольчики. Звук которых характерный, слышен на каждом водоеме, где популярна ловля. То есть вешают на кивертип, на хлыст и звенит. А если ловите в ночное время, то еще включивается светлячок, и он у вас светится и горит. Думаю, акцентировать внимание на бубенчиках и колокольчиках не нужно, так как это элементарная снасть, что, которую даже не снасть, это, наверное, мелочь какая-нибудь для рыбалки. Тем более именно в фидерной ловле она не столько важна, потому что вы должны всегда смотреть на хлыст удилища. Два небольших кембрика, надо, наверное, положить больше, но пока что свободного только столько. Это, опять-таки, для оснасток или чего-то в этом роде. Кладем. Стопора для фиксации инлайна, либо еще чего-либо, используемых в поплавочной ловле. Так, коробочка с грузами с линца. Специально мало таскаю, потому что, чтобы не занимало место, не отвлекало от того, что нужно именно здесь. Но чтобы было на всякий случай элементарно. Если взяли с собой поплавок, а ящик для поплавка не взяли, где у вас все снасти для него, то здесь хотя бы чтобы было. Далее. Переходим к тому, что если опять вы все оборвали, все ваши поводки навязаны. Крючки. Крючки можете купить либо коробку китайскую, где 50 рублей, там сколько, 100 крючков, наверное, различной длины. Но поверьте, вот такие крокодилы-самовьи вам не нужны в фидерной ловле. У вас просто удилка простоит целый день закинута, и не будет ни одной поклевки. Поэтому на фидер мы берем мелкие крючки. Можно взять на сазана, если вы собираетесь, и карпа. Но в приоритете, да, у вас всегда должны быть крючки очень маленькие. Потому что что лещ, что плотва, что густерка, она всегда захватит наживку с любого крючка, насколько бы он ни был мал. То есть большинство, так сказать, трофеев, которых я ловил вместе со своей женой, мы ловили на маленькие крючки. То есть там 16 номер, это буквально с половину мизинца, именно вот этот вот отрезок ногтя. То есть настолько маленькие, и там были лещи, караси, всё под килограмм, это уже считается для наших мест как бы трофеем, потому что рыба особо наше место не может похвастаться. Ну и нашу от... вот такую колбочку из советской аптечки, в которой даже не буду показывать, просто крючки сомнительного качества, на всякий случай, если нормальные закончатся. Пусть лежат, они никому не мешают. И далее у нас осталось очень мало всего. Это, как в хирургии, набор целых инструментов. Первое, это мультитул, который нужно с собой таскать. Это ножик, чтобы что-нибудь подрезать. Это отвертка, если мало ли, у вас что-то даже с катушкой случилось, это подкрутить, подвинтить, подзатянуть. Ножницы, если у вас они в мультитуле будут, опять-таки, для перерезания. И вообще полезная вещь. Далее, идут непосредственно рыболовные ножницы, которые стоят, опять-таки, от 15 до 25 рублей, в зависимости от магазина, которых можно штуки 4 сюда кинуть. Далее, многих рыбаков не видел, но для себя понял, что её необходимо иметь. Это хомутовая игла. То есть просто игла, максимально толстую, которую сможете найти в магазине, элементарно. Прочистить, допустим, у спиральки вот эту полость, куда проходит леска. Это что-то продеть, что-то проколоть, элементарно бойлы даже, если вы на них, опять-таки, ловите. Далее идёт, казалось бы, пинцет, но нет, это инструмент для заводных колец, если вы их используете. Но это больше, наверное, в спиннинге, чтобы оснащать блёсну, силикон со суббленами. Далее у нас идут инструменты, больше карповые темы, это сверло и крючок для протяжки бойлов. Опять-таки, потому что на них можно рыбачить, элементарно для поп-апа, чтобы поднимать поводок, они нужны. Так что они всегда тут. Далее идёт петлевязь, у которого на конце экстрактор. Выйдет, наверное, ролик, как экстракторами пользоваться, потому что, пожалуйста, вот четыре вида, это всё экстракторы, все они разные. То есть, по сути, вот этот сроднее вот этому, а вот эти два тоже похожи между собой. Это всё выйдет. То есть, петлевязь убираем обязательно. Далее, вот такой экстрактор, но больше здесь я ценю не экстрактор, а вот такого рода толстый наконечник шила, который может пригодиться для распутывания оборот на плетне, на леске это будет всё-таки проблемно. И тут, да, обычные экстракторы самые, то есть, крючок, по сути, которым просто нужно выдавать кишки рыбе, если у вас уже настолько она сглотила, если гуманным экстрактором вытащить, то это не получается. Так, и последний инструмент. Тоже больше для карпового ловли используется для затяжки волосяной оснастки, либо для затяжки петель узлов. Он вроде так и называется, инструмент для затяжки. То есть, представляет из собой удобный такой хват под два пальца и крючок какой-то из стальной проволоки. Вот и всё. В принципе, смотрите, к началу ролика у нас на столе была целая куча всякого, казалось бы, со стороны мусора. Но на самом деле это всё рыболовные снасти, которые, пожалуйста, сейчас аккуратно легли в рыболовный ящик и даже в нём осталось место. То есть, дополнить его можно в любой момент, опять-таки, крючками, поводками, чем угодно. Мы его закрываем и уже вместе с ним идём на фидерную рыбалку. Опять-таки, посидеть на два часа на воде не знаю, насколько целесообразно с собой таскать, даже можно, наверное, если у вас фидер, который не жалко, допустим, транспортировать собранный, то его взять просто. А так всё-таки да. На световой день, то есть с утра до вечера и более, берём ящик, в котором всё есть, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что если прийти с прикрученной катушкой к удилищу, одной кормушкой и одним поводком, это всё оторвётся. И рыбалка на этом либо закончится, либо это надо бежать, если вы рыбачите в черте города в ближайший магазин рыболовный и возвращаться, либо ходить и стрелять, клянчить по берегу у своих сотоварищей по хобби, что тоже не есть красиво. Это можно делать, но всё-таки вы понимаете, что хорошо, если человек отзывчивый, плохо, если вы человеку испортите рыбалку или подсечку. Не прощаемся, увидимся в следующих видеороликах.